Сегодня мы пришли на поминки, на центральную церковь нашего города, Святого Николая. Бабушка жила рядом с этой церкви и относится к этой церкви. Сегодня у нас здесь поминки. Памы, мы обьем умесом. Пойдемте поставим свечки, девочки, мальчики. Влог начинается. Церкви всем всего самого хорошего, всех благ, здоровья, счастья и всем усопшим в Царство Небесное. Давайте поставим свечи, покрестимся и помолимся. Старайтесь. Сегодня у нас третий день пребывания в городе. Время 9 часов. Ну, где-то 30 минут мы приехали. Вот так называется. Здесь бумаги всякие делают. Заверяют государственные службы. Надо писать, написать бумагу тому мужику, который купил машину, и отправить в налоговую, чтобы он предоставил, что он купил машину. И вот власть пошел оформлять бумагу. У нас жара невыносимая. Сказали, на этой неделе чуть похолодает, но я не думаю. Вообще, мне аж прямо от этой жары Воловской тошнит. Вообще, очень жарко. Это я леток обалденная. Раньше как-то не так вот было жарко. Или у меня уже этого самого жашкаливает возраст. Мой. Или как. Жара стоит неимоверная. Цветочек вам в ленту. Растет здесь розочка. И мы сейчас поедем по делам. Я поеду по магазинам. А если Вася захочет со мной, пускай катится со мной. Если ему это не надоедает. Не надоест. Вот. Мы вдвоем на нашей мотоциклетке. Шлем одела. Вообще, волосы аж прям мокрые стали от жары. Утро и такая жара. А мы сегодня с Костасом спали под вентилятором. А Вася отправили в Костаса комнату спать. Вот так вот. Дядька куда приехал. Дядя, здесь этого самого. Тебе не парковка для машин. Здесь стоит знак. Что здесь стоянка для... Для инвалидов. А он ее наступил на нее. Потом, когда приедет кто-то и поставит ему штраф, он начнет тарать, визжать, что я правильно припарковался. Вот так вот. Один раз бываю со другом. Он поставил вот так машину и поставил наверх. Приехали, забрали машину. И написали огромнейший штраф. Его другу. Он был недовольный. Потому что знак был повернут в другую сторону. Он говорит. И я не увидела его. Вот вам знак. И вот вам парковка. Так что лучше не парковаться под знаки. Под знаки вот эти вот. Где линия вот такая желтая для инвалидов. Ну ладно. Поболтала с вами. Утренний такой променад. Болтава не моей. Смотрите, какие красивые жандинеры. Эти горшки деревянные сделали. Мне очень нравятся такие. Сколько углов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестиугольник. И тут, и там. Мы стоим на одной из центральных улиц. Я не знаю, как она называется. Второе ноября называется. Вот эта центральная улица. Здесь только машины ездят. И люди живут в этих домах. Называется поликотикия. Ну, многоэтажный, многоквартирный дом. И очень-очень-очень здесь жарко. Солнце сюда не проветривается, не попадает. Аж руки-ноги трясутся от жары. Не знаю, почему. Очень здесь неприятно жить. Мне здесь не нравится. В нашем районе хоть маленькие дома нет таких больших. Ладно, девчонки, мальчишки. Увидимся дальше в городе. Собирается с вальта, кушает что-то. Смотрите. Так, так. Горлица, горлица. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сколько стоит этот самый, называют «савролекс» такой. Как сказать Сделать Сделать этот самый Боже По русски как Сделать Матрас на эти самые На наши диваны Нам надо будет Где-то 100 евро Только этого самого На два дивана будет этих самых Всякой фигни Ладно Людей показывать нельзя Поэтому иду Показываю асфальт Китайские магазины Здесь платышки И камера с камерой Следят за всем за нами Ой Я Я этого самого Зашла В мебельные магазины Посмотреть Какой пуфик красивый Да Зашла посмотреть Кое-что Диванчики Какое кресле Красивенькое Не знаю вам видно или нет И Смотрю диваны в зал Какие диваны купить в зал Вернее один или два Трехместный И двуместный диван Или сразу угловой диван Не знаю Какой купить Сейчас Меня Наташка Попросила Тапки Не тапки А ну Обувки посмотреть Она какие-то там видео У меня высмотрела И увидела В каком-то магазине Продают какую-то красоту А в каком виде Не сказала Вот И сказала Мама я хочу белые Фух И я С самого начала Ерму Это самая большая улица Торговая Здесь Масволость Шлепаю ногами Чтобы посмотреть Что здесь продают Видите Мужик тащит Фрукты Овощи В мотоциклетке Ой Она хотела Вот такие тапки Какие-то Вот Спортивные Но она Хотела на каблучке Не знаю Где взять Ей на каблучке Я не знаю Вот такие вот дела Не вижу Ну типа Сникерс Нет Не сникерсы А Такие как Кроссовки Но на каблучках Не знаю Где ей Отхватить их Потому что Она не знает Какой-то магазин Я заснимовывала Вот Вот Ладно Пойдемте дальше Здесь матрасы делают Магазином Такие вот кроватки Здесь есть Надо до кровати Из деревни Привезти волос Которые там были Две В нижнюю квартиру Что такое здесь Манго Авокадо Калимера Сушеные фрукты Изюм Орех Ого Наша матрешка Ой нет Наш Зверобой Здесь продается Даже Вот это да Жужуни Жужуни Это жучки Ой солнце Какое Божучки Как парит А мне еще В конец Наших Магазинов Толщица Боя Сюда уехала На мотоциклетке Чтобы припарковать И меня там Встретить Вот Ладно Перешла На теневую сторону Девочки Мальчики По солнцу Уйти невозможно Вот И нам еще Дорога сегодня В этот самый В деревню Ванхелос Поливать деревья И собрать Груши Если поспели Поспели Не поспели До конца Надо собрать Здесь белье Продают Купальник Здесь детский Магазин Бугунерки Кристина Церковь Ковные Всякие Принадлежности Здесь Мужские Блузки По 9 евро Вот Такие Ладно Здесь Площадь Выключаемся Наверное Видела Все таки В зимних Магазинах Ну Зимние Обувь Сейчас летние Сейчас нету Зимних Нету Таких Тапочек Которые Она хотела Вот так Вот Девочки Мальчики Здесь Мужская Вот Здесь Что Есть Тоже Надо Какие-нибудь Черные Босоножки Ну Не знаю Где Она Видела Такие Себе Штуки Тапки Красивые Черненькие Мне нужны Ну Типа Босоножек Туфелек Летних Без Сякого Без Сякого Золота Серебра И всего И всего Остального Вот Так что Вот так Вот 29 39 Какие тапки Красивые Так что Смотрите Какие тапки Красивые Вон там Вон там Вон те Здесь Что У нас Иду Сейчас Зимние Весенние Обуви Такой Чтобы Вот Блин Ей Купить Красивенькие Босоножечки Вот эти Такие Желтые Фуксия И красные Обалденные Вот эти Тоже Он Черненький Красивый На каблучках Они Такие Велюровые Классные Сейчас Зайдем Сюда Дисунки Подать Вот сюда Сегодня Мелина С Костасом У меня Играются Сейчас Свою Скупил Помидорки Сыр Фета И Котлетки Куриные Я Сейчас В духовочке Делаю Котлетки Разогреваю Весен Кетчап Если захотят Кетчап И Два Самого Сейчас Порежу Добавлю По Половинке Помидорки Порежу Посолю И Котлетки По две Штучки Вот Такие Вот дела Так что Вот так Вот Скоро Мы сейчас Собираемся Уезжаем На участке Поливать И собирать Груши Покушаем Отдохнем И к вечерку Поедем На участке Восьмой 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 Бор Ва Этим Афагетон Авто Ты собаки собаками не убирают и собаки вот здесь у нас вот там и тут как девочки мальчики кошки смоет ворчит ругается собак приводит заменит они убирает грязи ох я только что заметила что устал и слова спорти нас это самого пальма и не видела честно два дня сидела дома и у меня все мозги наперекосяк я не видела что план у нас испортилась в чем мальчишки только что вот прям снимаю видео и увидела ох ладно здесь от такой жары ничего не видишь парит аж прям вот фух волосы дым встают мы едем поливать участки время 5 часов 22 минуты жара страшно 34 градусов пишет и мы работать попадали груши сладкие уже я попробовала которую упала собрали у нас играли груши их было много-много собрали видите только наверху осталось кто-то собрал приезжал сосед поливать нету ни одной груши все собрали у людей руки чешутся собрать и груши и было много-много-много здесь собрали груши у нас осталось чуть-чуть совсем вот такие люди оливки у соседа он поливал мокрые так вот оставил только плохие груши нифига ничего не оставил даже груш на так что так что вот так и здесь здесь тоже ветка была вся была в грушах собрали все груши мы попадали еще с игрушки она здесь вообще вся в грушах но не можешь быть 10 груш упала и всего все груши пустые на видите все плохие только остались так люди какие такие люди как так вот можно да вот не твое ведь но что ты собираешь люди же знать посадили для чего-то так и вот чтоб кушать вы посадите себе и кушайте и укорный салахай блин ну блин он люди ну люди собрали все груши наших здесь было все все в грушах у тут все было в грушах ладно чё теперь собрали немножко груш весит груша нельзя скушать потому что своровали собрал кто-то кто-то собрал наши груши другие там другие два сорта есть споели жучки яблочки надо было обтряхнуть они маленькие вот такие вот и не растут оставили так пускай пускай делается что хочется вы сказал придет сентябрь приеду буду обрабатывать весь участок деревья все все обрезать все будет делать сам все будет обрабатывать траву все 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 сделает а нам надо сейчас ехать на другой участок там тоже маленькие деревья надо полить которые посадили вы их раньше видели в раньше в видео так интересно мне девочка написала с краснодарского края говорит у нас тоже такие жучки горит есть у них в теплицах помидорами говорит им эти жучки говорит откладывают яички и что-то там кушают они потом помидорки не растут говорит попробуем горит ваш метод с нафталином или так интересно видите в каждых с каждой а чё-то вайс ворчит идет вот такие вот дела так что наш метод с нафталином пригодился я сказала нафталином горит есть под подвешивать будет на наш участок ладно солнце заходит вернее не заходит время уже седьмой час на нас еще данного участок успеть съездить я не знаю что он успеет ладно все увидимся одно дерево вот такие вот другое дерево вот такие вот у нас а третье дерево вот такие маленькие еще была 4 скороспелки все нету такие вот яблочки вот все чуть-чуть такие вот груши вот эти вот эти вот груши они были самых вкусные на если они поспели их съели жуки запах такой от груши обалденный еще набрали инжир какой папочка у нас любит здесь кока-колу выпил коста выходи из машины знаешь как хорошо представляете если мама стоял стоял ждал пока я все это дело сниму говорит уходили говорит я заберу банки семена хрустелей дерево у деда сохнет там тоже о коротко и собака не не лайки так она без баба спушек она иксик ну пойдемте посмотрим что делает наш нафталин олевки выросли смотрите кучу вот он дожди были ничего ничего не попало на внутрь как будто я хлебнула это литр один литр травы в нос мы провалились этот самый в луже от полива видите все колеса стали грязные просто про френа данных и на и таки лепишь кубе она это 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 тормоз ручной да да ты новая все ладно увидимся девочки мальчики ночь видите солнце село мне фонарик загорелся на на камере мы приехали выключить этот самый на участке воду мы оставили поехали на другой участок поливали и все очень свое запишет номер номера счет ну счету которыми расходовали на по-русски называется рима ой по-гречески называется рима по-русски как электричество вот один песня поют хочешь поехать гулять и в таком виде я видеть еще сегодня отдела тапки и пока поливала вся вымазалась была вся мокрая сейчас уже высохла в бас или на помощь и базаре метод я рука путу эху мои коста короче вас не одетый я тоже не одетая костос не одет мы поедем как эти самые как чуньки пойдем никуда и если не пойдем никуда сейчас мы приедем и волосы соберемся и уедем в деревню в милину коста не хочет милину ехать видите че делает он хочет играться со своими игрушками блин дурными а теперь поедем говорит на базар сегодня у нас открылся базар в этом деревне называется аль-мироз посвященный усыплению богородицы монастырю вот она видите и этого самого а ты ехал нисан один у меня ключ один папа что после что-то случится чтобы этого самого был в запасе ключ я в сумке нашел ключ от ниссана и спрашивает мне что это у тебя ключ от ниссана ладно убери его на место коста вот и открылся базар и неделю у нас празднуется вот пресвятая богородица божья матерь наш это в 23 открывается это 23 24 25 26 сегодня четыре дня он уже работает еще три дня и закроется а мы посередине находимся между волосом и аль-мирозом вас горит но еще здесь 15 километров поедем погуляем на базар в таком виде вот видите таких тапках пляжных грязных я так поливала так они и есть грязные и в таких этих самых подстаниках которые дома лазили в огороде и ну и сегодня в город лазила в таких подстаниках потому что и в кофте такой может она мотоциклетки жара еще шлем у меня волосы прилизанные это как будто шлем одеваешь как будто одеваешь зимнюю шапку ушанку в летний сезон в россии и ходишь ладно девчонки мальчишки если поедем деревню покажу чуть-чуть что-нибудь а если нет то все наверное ночка уже на дворе этой стороны строго парковки нигде нету представляете знаете сколько машин это первый раз мы приехали так а он видите в чем рабочей одежде давай переодевайся просто а по моему на конце в таки не таки просто смотрите сколько здесь народу кушает а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...